Красное засияет светодиодами. 12 миллионов рублей выиграл муниципалитет на благоустройство территории и стал одним из лидеров среди заявившихся. Более 60% работы уже выполнено. Наша съемочная группа выяснила, что уже сделано и что еще предстоит сделать. Экскурсию по преображающемуся красному провел председатель Совета депутатов Приморско-Куйского сельсовета Леонтий Чупров. Он рассказал, что светодиодное освещение планируется использовать в зимнее время. Сейчас все внимание уделяется озеленению территории. Уже около всех учреждений и социальных объектов разбиты клумбы и высажены цветы. О других цветах жизни детях поселка Красное тоже позаботились. Для них в плане предусмотрена новая игровая площадка. Место для нее выбирали всем поселкам. Возле 12-квартирного жилого дома были снесены старые сараи. Тоже провели процедуру земельного контроля, выяснили собственников, собрали собрание, решили эти сараи снести. И на данном месте у нас будет детская игровая площадка. Новый игровой комплекс приобрели за счет средств субсидий. В ближайшем времени она поступит из города Кирова. Кстати, это уже четвертая по счету игровая зона в поселке Красное. Для сельской молодежи и взрослого населения появится площадка с пятью уличными тренажерами, которые уже доставлены в поселок. Из 12 победителей окружного конкурса грантов по благоустройству именно Приморско-Куйский совет стал одним из лидеров, реализовав денежные средства грантов более чем на 60%. Получили мы грант 12 миллионов рублей, заняли второе место в своей подгруппе. На сегодняшний день больше половины уже мероприятий осуществлены. Такие мероприятия, как дополнительная установка уличного освещения в поселке Красное, приобретение дорожных плит, в стадии заключения контракта на устройство твердых покрытий, то есть укладку дорожных плит. Нередко у нас случаются конфликты на твердом покрытии, так скажем. Автоводители считают, что это их дорога, и они правы. Но пешеходы не хотят уступать, поэтому смело идут по так называемой нашей бетонке. Поэтому в этой центральной части поселка, где наша школа, где дети идут в школу, будут отдельно выложены тротуары. 170 плит планируется выложить от центра поселка, где находится остановка по улице Мира, огибая общеобразовательную школу. Руководство муниципалитета надеется, что это поможет обезопасить школьников и жителей поселка от дорожно-транспортных происшествий. Все работы по благоустройству планируется выполнить до наступления морозов.